Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами Алиэкспресс. Я покажу вам свои личные покупки, расскажу, что мне понравилось, а что нет, что рекомендую к покупке, а на что не стоит тратиться. Ну что, поехали! Сережки, которые приехали ко мне буквально на днях, давно были в моих хотелках, но я думала, что в жизни они гораздо массивнее, и я побаивалась их покупать. Сейчас, когда я держу их в руках, я понимаю, что для меня это оптимальный размер, и мне очень нравится то, что это как бы состаренное золото. Я не могу сказать, что они супертяжелые, но и легкими назвать их также не осмелюсь. То есть, это для такого размера нормальный вес. Смотрятся они оригинально, не слишком бросаются в глаза, но при этом заметные сережечки и добавляют какую-то такую изюминку даже к повседневным образом. Ну и, конечно же, буду надевать также на выход. Следующая пара сережек – это нежнятина, которая меня также порадовала. Я представляла их себе крупнее, чем они оказались в жизни, и я думала, что это будет только парадно-выходной вариант, а сейчас я вижу, что это и в первый в мир сережки, смогу их надевать куда угодно. Все жемчужинки приклеены аккуратно, они расположены по всему периметру, не слишком большие по размеру. Да, это точно будет моя новая жемчужная любовь, и к тому же они не слишком тяжелые. Если вы смотрите мои видео, то наверняка замечали на мне вот такие сережки, я часто их упоминаю. И заказывала моя мама, стоят они копейки, доллар с чем-то, не больше. А в масс-маркете они продаются раз в семь, наверное, дороже. И мне они очень нравились, только со временем они немножечко затерлись. У меня такое редко происходит с той бижутерией, которую я показывала в подборках из Алиэкспресс, но этим уже простительно, потому что я надевала их максимальное количество раз. Я решила обновить их, заказала себе точно такие же, они очень легкие, они стильные, опять же. И да, я их настолько сильно люблю, что даже не представляю свою коллекцию бижутерии без них. Также мне нравятся всевозможные колье и жерелья, и когда я увидела вот это на фотографиях, я подумала, что смотрится прикольно. Заказала, и в жизни это, ну вот посмотрите, это просто выглядит дешево. Во-первых, я не сразу поняла, как это нужно закрутить, и не факт, что у меня сейчас это получится. Ну, как-то типа так, можно по-разному регулировать. Есть специальная инструкция на странице продавца, как его правильно закрутить. Я думаю, что вам также это заметно, что изделие недостаточно увесистое, чтобы все жемчужинки были расправлены, чтобы это как-то так более опрятно смотрелось, а оно собирается. Ну, в общем, нет, это не то, чего я ожидала. И если вам оно нравилось, то, увы и ах, это не то, на что стоит потратиться. Это ожерелье вы наверняка увидите во всех инстабутиках, также в магазинах, которые продают и одежду, и бижутерию. Сейчас супер актуальны вот такие большие цепи, причем, если посмотреть на это ожерелье, то с одной стороны оно объемное, со второй более плоское, чтобы сильно не оттопыривалось. Кому-то нравится такая заметная бижутерия, кто-то любит поскромнее. Мне иногда для разнообразных образов хочется чего-то такого, и, например, даже с платьем лапша, которая сейчас на мне. Я уверена в том, что и я поношу, и потом еще маме передам по наследству, потому что моя мама любит такие массивные ожерелья, какие-то украшения, так что у меня получается покупка на двоих. Качество исполнения мне понравилось, нет никаких нареканий. И это, опять же, тот вид золота, который я чаще всего выбираю, то есть не сильно блестящее, такое типа как под старину. Удобная, практичная вещь, которой я пользуюсь каждый день, на протяжении уже полугода, наверное, это обруч. Каркас выполнен из металла, то есть вы можете подгнать его по размеру своей головы, что я, собственно, и сделала. Я использую этот обруч тогда, когда умываюсь, например, что мне ничего не лезло в лицо, и тогда, когда крашусь. Его можно еще больше разогнуть, и тогда он не будет ничего давить. Стоил недорого, ехал, к сожалению, довольно долго, но таки доехал. И по сравнению с ценами, которые у нас в магазинах, это была выгодная покупка. Я закажу себе еще один, потому что я его вечно где-то в доме теряю. Мне всегда нравились вот такие сережки на всяких там инстаблокерах. Я занырнула в Алиэкспресс и нашла себе качественные такие типа как бочоночки, но внутри они пустые, за счет этого не тяжелые, и опять же не раздражают уши, и не тянут нас вниз. Как точка над И в любом наряде. Давайте закругляться с бижутерией. Еще весенняя покупка. Это набор сережек, таких маленьких. Когда я надевала разные колье, хотелось еще что-то вставить в уши, но чтобы это не было too much. И присмотрела себе серьги, которые как бы с узором и также с небольшим напылением, не сильно блестящие, разной формы, и за это мне они понравились. Тоже вообще как будто ничего нет на ушах, поэтому когда не хочется чего-то нарядного, беру их и каждый раз могу выбрать разные. Теперь моя самая грандиозная обновка из Алиэкспресс. Между прочим, вы можете найти продавца, который отправит вам из вашей страны или из вашего региона, потому что бренд Xiaomi является международным. Я надеюсь, что наконец-то я правильно произнесла название этой марки. Многие советовали, многие отписали, что да, это действительно очень стоящее приобретение, что это изменило вашу жизнь, так как у нас двое детей и собака. Погода такая, как у всех в основном, и после прогулок вся грязь несется в дом. Поэтому, несмотря на то, что у нас есть беспроводной пылесос, кстати, можете найти тоже от бренда Xiaomi, у них классная техника, у нас есть и айпеды, на которые мы не жалуемся, приобретали сразу два для детей, и со своими задачами они справляются без проблем. Я не вижу смысла приобретать более дорогую модель для маленьких детей. Возвращаясь к роботу-пылесосу, нам он очень нравится, у меня одна из самых новых моделей, которая не просто пылесосит, но еще и делает влажную уборку. Он сам устраивает себе траекторию движения. Нужно только поубирать все провода, также шторы, потому что он может забраться по шторе, даже наверх он очень мощный. И включаешь его, даже при помощи приложения, например, на телефоне, я уже разобралась, можно и с андроида, и с айфона управлять им. И также он сам возвращается на базу, заряжается. В общем, вещь, которая стоит каждой потраченной копейки, действительно это помогает поддерживать чистоту в доме. И даже когда ты просто выходишь на прогулку или куда-то в магазин, раз включила, он поубирался, сам вернулся, заряжается. В общем, вы поняли, что от меня рекоменд-рекоменд, это было грамотное вложение денег. Также 11 ноября будет проходить распродажа на Алиэкспресс. Скидки на некоторые позиции доходят до 70 и даже 90%. Вы можете отслеживать статистику цен. И я всегда еще и пользуюсь кэшбэк-сервисом Letyshops, который помогает выжать максимум из онлайн-шоппинга. Я просто возвращаю процент от потраченных денег во время шоппинга. Я оставлю вам ссылку внизу, даже если вы у них зарегистрированы, это актуально для всех. Помимо повышенного в три раза кэшбэка, у них сейчас еще и будет проходить конкурс, в котором они разыгрывают 12 самых новых 12-х айфонов. И в розыгрыше участвует каждая покупка. То есть один товар, один шанс на победу. Все подробности я оставлю в описании к этому видео. Пользуйтесь и испытайте свою удачу. Еще один такой небольшой лайфхак от меня лично. Когда я просматриваю разнообразные товары на Алиэкспресс, я много чего добавляю в избранное. Но если эти товары положить в корзину, вы всегда можете их удалить, если что. Но я также кладу их в корзину, дальше что-то там выискиваю. И Алиэкспресс часто делится дополнительными плюшками за то, что у вас что-то в корзине. То есть вы можете получить дополнительный купон на скидку, что-то такое, что поможет вам еще больше сэкономить. Поэтому если вы никогда не шопились на Алиэкспресс, не знаете всех тонкостей и каких-то уловок, то вам на заметочку. Я снимаю это видео чуточку заранее, но на 11-е часа моя корзина уже подготовлена. И я сама планирую кое-что новенькое приобрести. Что мы все с вами покупаем на Алиэкспресс? Правильно, чехлы на телефон. Я приобрела себе еще и с иллюстрациями, но они не успели доехать к этому видео. Я думаю, что в следующих влогах или в отдельных выпусках обязательно их покажу. Я думаю, что тоже вы везде видели на разнообразных раскладках. Вот такие чехлы. Они сделаны из довольно плотного силикона, который хорошо облегает телефон, не спадает, все классно вырезано. Сидят они идеально, работают кнопочки без проблем, вставляется зарядка. Работе камеры это не препятствует, поэтому чего еще можно хотеть. Заказала себе такой матовый зеленый, они есть в разных расцветках для разных моделей телефонов. И вот этот, наверное, будет пачкаться быстрее, чем кофейный. И единственное, что когда руки в креме, то немножечко остаются отпечатки, поэтому нужно постоянно протирать. Ну как постоянно? Хотя бы раз в день. Но мне очень нравится, как это выглядит на телефоне. И да, это очень классная покупка. Еще несколько слов о технике. Если помните, полгода тому назад я покупала щетку от бренда O'Clean. Это та щетка, которая не крутится, а именно ультразвуковая. Она очень бережно, но эффективно очищает зубы. Я супер довольна ею. И решила в дополнение приобрести еще и ирригатор. У меня это новая модель, та же марка. И что это такое? Зачем это надо? Если вы тщательно ухаживаете за полостью рта, тем более, если у вас брекеты, то это вообще больная тема. В общем, это вещь, в которую мы заливаем воду в такой небольшой контейнер. И она мощная. Нажимаешь кнопочку, и при помощи сильного напора воды промываем область между зубами. Это не то же самое, что просто прополоскать рот. Я проверяла, разница значительная. И также в комплекте идет дополнительная насадка. Вы можете установить приложение, при помощи которого подбираете там специальную программу для чувствительных зубов, для брекетов, помощнее, более какая-то нежная. Я выбираю что-то среднее. И вот так вот. Сейчас не буду этого делать, чтобы не брызгала. Короче, зажимаешь кнопку, и проходишься по всей полости рта. Я считаю, что лучше раз потратиться на нужную технику для того, чтобы сохранять здоровье зубов, нежели потом это лечить. Кисточки для макияжа. На Алиэкспресс есть куча того, что покупать не стоит, но если порыться, можно найти настоящие жемчужины. Производитель Джессап. У них есть наборы, которые чем-то напоминают Зоева, Цоева-Зоева, Зоева все произносят по-разному. Но все-таки это и другие формы, и другой ворс. Тем не менее, я считаю, что если хотите какой-то базовый набор, подешевле, то можете обратить на них внимание. Также есть набор из белки, из натурального ворса. У меня только кисточки для макияжа глаз. До сих пор пользуюсь. Очень хорошие. Помимо них, я заказала еще три кисточки от разных производителей. Вот эта самая любимая. Обожаю ее. Очень мягкая, очень универсальная. И даже после помывки, постирки, она все равно как новенькая. Мягкая номер 017, марка My Destiny. Если я правильно понимаю, я обязательно закажу что-то еще от этого продавца. Следующая. Вот такая. Она уже не настолько мягкая, более упругая, но для каких-то пудр, для таких финишных, точечных штрихов, например, когда наносишь какую-то запеченную пудру или хайлайтер, чтобы это втушевать. Кисточка, которая стоила копейки. Кстати, упакована была как нечто люксовое, марка Duke Care. Наверное, так это читается. Без понятия, но название оставлю внизу. И еще одна, тоже недорогая, кисточка Duo Fibra. То есть, есть ворс, который поплотнее, погуще внизу и сверху такой, который наносит вуально. Это Zorea, наверное, так, Duo Fibra 821. Маленькая, для кремовых румян, также консилер можно легонечко нанести, но при желании, также без проблем, хорошо растушевывает какие-то румяна. Опять же, шлифовочная пудра, что вам надо, выбирайте такую форму, такой ворс, которыми вы любите пользоваться больше всего. Очень классная вещь для тех, у кого есть домашний питомец. Маленькая мата, для того, чтобы вылизывать всякие вкусняшки. Особенно, когда ты выходишь издому, для собаки это самый большой стресс. Вот именно разлука с хозяином, собаку нужно чем-то отвлечь, иначе пойдет вход ковер, диван, обои, все, что угодно, собака может сожрать все, даже самая маленькая. В общем, берем паштет собачий или какой-то сырок, что угодно, что можно размазать. Когда собака что-то вылизывает, ее это успокаивает, ее это отвлекает, ей это доставляет массу удовольствия. То, что можно вынюхивать и вылизывать, для собаки это бомба. Вот такой силиконовый коврик, который на присосках, его можно прилепить на любую поверхность, желательно на плитку. И сначала я подумала, что маловатый прям коврик, хотелось бы побольше, потому что у нас собачка ого-го, но тем не менее, когда это все вот позастревало здесь, она вылизывает до победного. То есть собака занята минут 20, наверное, вылизыванием какой-то вкусняшки, которую вы ей оставляете. И вот, чтобы пережить пиковый момент разлуки с хозяином, это то, что надо. Есть еще и много всего там для вынюхивания, поилка, которую я приобретала, пока что это не успело ко мне доехать, так что начало шопинга для домашнего питомца положено, и это прям крутая вещь. И недорогая, если вы хоть раз были в зоомагазине, вы знаете, сколько такие беззелушки могут стоить, иногда дороже, чем какие-то маленькие радости для взрослых. В этот раз я решила заказать кое-что из одежды, но я не выбирала самые бюджетные опции, так как сейчас 11 числа стартует распродажа, это видео не создается в сотрудничестве с Алиэкспресс, это мои покупки, но возможно вам что-то понравится, и на распродаже вы сможете купить это чуточку дешевле. Платье, которое сейчас на мне, мне очень нравится по качеству, это платье лапша, по фигуре, редко ношу такие вещи, но я хотела себе найти платье именно на осенне-зимний сезон. Мой рост метр шестьдесят два, и хоть в этом мне повезло, то есть я могу заказывать вещи на Алиэкспресс, и зачастую они подходят мне по длине. Здесь рукав где-то семь восьмых, если вы девушка повыше, то платье будет где-то до колена, в моем случае оно прикрывает колено. Я давно присматривала, что это такое в магазинах, и нигде не могла найти нужный мне цвет. Это цвет такой летней травы, который присутствует в природе, он и не слишком бледный, и не слишком яркий, и по качеству это платье выше всех похвал. Оно даже вот если садится по фигуре и растягивается, нигде ничего не просвечивается, все швы ровные, то есть я попала в яблочко, мне очень нравится эта покупка, и наконец-то в моем гардеробе появится хоть одна вещь не оверсайз. Я даже вчера надевала его на наше небольшое семейное торжество, и многие так, Оля, как тебе идет это платье, очень-очень красиво выглядишь, и да, наверное, нужно позволять себе быть женственной по настроению, или наоборот одеваться в балахон, и вот сейчас у меня настроение носить такое платье, очень здорово смотрится с грубыми ботинками и с каблучком, поверх можно надеть жакет, пальто, даже худи можно набросить поверх, или надеть рубашку бомбер, которая сейчас в тренде, можно носить с кроссовками, с чем угодно, то есть платье-трансформер, а еще забыла добавить, что эти платья представлены в разных расцветках, а все размеры я укажу в инфобоксе. Рылась я, рылась на Алиэкспресс, просматривала популярные товары и наткнулась на разнообразные спортивные костюмы. Это сейчас не просто в тренде, это всегда удобно, но вот такой расцветки я не видела нигде в магазине, я думаю, дай-ка закажу, посмотрим, что из этого получится. Да, он не совсем дешевый, но, вы знаете, по качеству это бомба, это очень классный костюм, они есть и в разных расцветках, и также вы можете подобрать себе разные модели брюк под них. Я взяла такие типа со стрелкой, ткань очень плотная, прям такая, как надо, все там шнуровочки, и между прочим, все вещи, которые я заказывала, абсолютно не имеют никакого неприятного запаха, там краски, чего-то еще, поэтому, ну вот, то, что ко мне приехало, окей. Значит, худи. Худи у меня в размере S, точно так же, как брюки, если вы высокая девушка, то берите, наверное, даже на несколько размеров больше, потому что рукав может быть коротким, и, в принципе, худи должно сидеть так, более объемно. Это худи, и, в принципе, брюки тоже не предназначены для того, чтобы нас стройнить, это действительно такая плотная ткань с начесом внутри, поэтому супер стройными мы в этом выглядеть не будем, тем не менее, я так довольна этой покупкой, это как отдельная форма радости. Вот я не знаю, я срываю этикетки, и потом у меня часто болтаются эти штуки, это какая-то болезнь, которую нужно лечить. Брючки тоже из такого же материала, может, чуть-чуть отличаются по цвету, но это настолько незначительная разница, что если бы я вам не сказала, вы бы не обратили на это внимание. Брюки у меня также в размере S, и на мой рост метр шестьдесят два то, что надо. Усиная лапка и такая плотная рубашка, которая сейчас модная, там все дела, я мерила почти такую же, если не такую же, в Mango. Она также без подкладки, и внимание, в Mango в новой коллекции она стоит шестьдесят пять долларов. И я крутила, крутила ее в руках, думаю, нет, это слишком. Пошла на Алиэкспресс, нашла эту, и еще раз повторюсь, на мой рост размер S вот так, как надо. Не хочется больше, многие вот такие рубашки слишком велики, слишком объемные для меня, но вот если вы повыше, то рукав будет коротким. Я и так люблю все подворачивать, и мне вот впритык, можно сказать, но я и так завернула, и для меня вообще не актуальный вопрос, а по длине она вот как раз до линии бедра. Вот мне не хочется ни длиннее, ни короче, и мне нравится материал. Тоже нет никакого запаха, скромные такие пуговки, карманы, нет никаких там золотистых элементов, чего-то еще, вот просто такая рубашечка, которую можно накинуть и поверх худи, поверх самого базового черного образа, добавить красную помаду, и будет уже нарядно. Наверняка, вы со мной согласитесь, сложно найти хорошую, качественную, базовую футболку. Нашла вот эту, тоже есть в разных расцветках, и сейчас вот даже когда я держу ее в руках, вам заметно, что это плотный хлопок, что он не вытягивается, конечно, если я начну его мять, как-то жмакать, то останется след, то есть это все разглаживается, и потом идеальная базовая футболка. Мне понравился цвет серый, то, что она такая оверсайз, у меня или универсальный размер, или S, но она довольно длинная, здесь широкий рукав, но самое главное это материал. Все строчки ровные, так же как в костюме, в платье, в рубашке, ну все окей, да, все нормально за такую цену, а футболочка очень клевая, и еще одна хорошая базовая футболка в копилку. Одна из моих любимых вещей в гардеробе это топы, вот такие гладкие, черные, свой я куда-то так пристроила, что не могу найти, он у меня был из Stradivarius, и если вы купите такой же топ на Asos, скажем, то вы заплатите как минимум в пять раз дороже, это топ на таких тонких лямках, они есть и без них, я еще и заказывала серый, чуточку другой, но в общем, этот, когда я достала, мне показалось, что он какой-то тоненький, такой просвечивается сзади, ну не прям, вы знаете, светится черное белье, там или бежевое, но самое главное, что спереди ткань двойная, поэтому все гладенько, ничего там как-то лишнего не показывается, и красивые тоненькие бретельки, я думаю, что если вы ищете вот такой топ, то это то же самое, что в любом магазине масс-маркета, только гораздо-гораздо дешевле, наверное, эта вещь будет более актуальна весной, но у нас сейчас еще не настолько холодно, я смогу поносить это стеганое пальто, это сейчас тренд такой, и многие стеганое пальто делают меня в пять раз больше, и мне хотелось именно типа как пальто-халат, к сожалению, оно идет без застежек, но здесь прилагается вот такой же пояс, тоже он стеганный, и мне понравилась расцветка, и я планировала носить светлый костюм, светлую обувь, светлую шапку и светлое пальто, сейчас я смогу так ходить, о костюме мы поговорим чуточку позже, это отдельная история, но пальто само по себе очень классное, и оно не особо, знаете, массивно смотрится, и я обязательно продолжу его носить весной, когда уже станет совсем холодно, это не пуховик, имейте в виду, но смотрится очень красиво, элегантно, если вы ездите на машине, у вас не слишком суровый климат, то я думаю, что даже сейчас в нем будет хорошо, если надеть какой-то кашемировый или шерстяной костюмчик под него, то будет класс, не обошлось и без промахов, но что, только хорошее показывать, этот костюм заказывают массово, на него так много хороших отзывов, я тоже повелась, он не совсем бюджетный, и когда он приехал, я так обрадовалась, потому что это плотный трикотаж, это красивая расцветка, и в принципе, я так глянула, думаю, вау, я уже представляла, как я в этом буду ходить, но не тут-то было, что касается кофточки, то каких-то особых замечаний нет, и рукав нормальный, и мне нравится то, что спереди она укороченная, сзади немножко удлиненная, но самое интересное началось тогда, когда я надела брюки, почему об этом никто не писал, я не знаю, возможно, у всех узкие бедра никто не заметил, но как это можно было не заметить, я тоже не знаю, мне даже как-то стыдно это примерять, потому что, блин, я в них кажусь сто раз больше, чем есть на самом деле, брюки на завышенной талии, и опять же, это или универсальный размер, который совсем не универсальный, максимум на метр шестьдесят два, то есть на мой рост, а девчонки, кто повыше, вообще не рекомендую, в общем, снаружи они сделали шов, который вообще неровный, то есть, вот где талия, где начинаются бедра, еще окей, а там, где ноги, он расширяется, и вот образовывается нечто такое, как бы это объяснить, короче, я вам оставлю ссылку, это не покупайте, видите, то есть шов наружный, и он увеличивает бедра, сначала на пять миллиметров с каждой стороны, потом чуть ли не до сантиметра это все дело доходит, то есть, видите, как бы стрелочка прошитая, но зачем она на бедре, лично мне непонятно, еще и с двух сторон неровная, просто какая-то фигня, простите, французский, но качество материала такое приятное, такое кайфовое, может, я как-то буду ходить в этом во всем на прогулку с собакой, это, наверное, единственное применение, но если раздеться, то это, конечно, караул, поэтому не покупайте, также я, наконец-то, заказала именно коробки, то есть, такие, как бы, это не фейковые книги, не поймите меня неправильно, я никого не агитирую, а покупать типа книги, ставить на фон, я сейчас читаю книгу о вине, я же не положу ее на фон косметики, например, которую я снимаю в макросъемке или в бижутерии, поэтому я решила заказать нечто такое, здесь я также буду хранить какие-то большие сережки, большую массивную бижутерию, которая не помещается в мой комод, как-то я не могу это правильно организовать, и еще палетки теней, которые тоже постоянно вываливаются, я сажусь сюда аккуратненько, и это очень симпатично выглядит, все они открываются, все аж две, первая Том Форд, вот так это выглядит, я помню, что я еще когда-то покупала крючочки, и потом на эти крючки вешала, например, колье, если кто-то меня давно смотрит, то помню, что у меня была просто коробка не Том Форд, а какая-то безымянная, но красивая, стояла у меня просто где-то там на туалетном столике, и вторая ВОК, если купить журнал, то он, к сожалению, стоять не будет, книги ВОК я не видела, и она тоже открывается, эта коробочка, сюда что-то складываем, положили, и если вы нуждаетесь в чем-то таком для фотографий, например, да, то можно что-то такое приобрести, каждый там придумывает разное применение, и я сказала, для чего эти коробки мне, то, чем я пока что не успела воспользоваться, потому что не могу найти мелок, это наклейки, вот такие черные, они есть разных размеров, сразу можно купить с названием, крупы, и чего угодно, там кофе, в общем, если вы даже купили что-то в красивой баночке, вы можете отмыть эту бумажную этикетку, оригинальную, и приклеить свою, чтобы было проще всем ориентироваться, я вообще люблю такие мелочи, когда все красиво организовано, как только найду мел, у нас сейчас все закрыто, не могу нигде приобрести, но потом обязательно займусь этим, и этих наклеек здесь достаточно много, то есть можно реально всю кухню облепить, и все подписать, если у вас так же, как у меня, все возможные крупы, приправы, все что угодно. На этом у меня все, я надеюсь, что вам было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, мне всегда приятно, ваша обратная связь, заглядывайте к Letyshops, возвращайте деньги за покупки, участвуйте в конкурсе, возможно, именно вы выиграете самый новый 12-й iPhone, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.